Друзья, я вас приветствую. Вы смотрите видео про мою пирогу. Лодку которую я сделал за 22 дня отпуска в диком карельском лесу буквально из ствола сосны упавшей во время большой бури 2014 года. Собрать такую лодочку из готовых пиломатериалов в условиях мастерской дело не хитрое, но мы не ищем легких путей. Приключение по определению не может быть простым и легким. Это всегда преодоление. А на перейти лесу досок на обшивку даже небольшой шлюпки в одиночку дело не простое, но исполнимое. А дому вложиться с этим судостроительным проектом за мимолетное время отпуска я решил применить на практике несколько своих ноу-хау. Такие как столярное соединение на косой шкант, самоходную пилораму из бензопилы и другие хитрости, которые вам возможно пригодятся в жизни. Не скрою, с детства хочу построить дракар. Причем сшить его не гвоздями, а традиционной яицей, просмолить канифолью пополам со скипидаром, добытой в лесной смолокорне. Помните мое видео про смолокорню? Но дилетанту надо начинать с чего нибудь попроще и мой выбор пал на традиционную пирогу. Эта идея зародилась еще в восемнадцатом году, когда спустившись с вулкана Килиманджаро на до самого пику Ухуру. Я, надеясь не встретить наводя недружелюбных гиббаватамов, попытался ловить рыбу передвигаясь на местные пироги. То средство мне понравилось. Остойчивое, ходкое, примитивное. С изготовлением такой пироги справлюсь даже я. На ладоге правда бывает волна повыше, зато можно не опасаться бегемотов. Продираться сквозь камыши на такой плоскодонке весьма комфортно. Но к своему пирогу я предъявляю несколько другие требования. Потому, как вы могли заметить, конструктивно в свою пирогу я внес ряд изменений, заметно усложнив задачу. Мне придется ходить по ладоге при волнении, преодолевая боковой и встречный ветер. С целью увеличения мореходных качеств в конструкцию судна я добавил Кили, Форштевень и Ахтерштевень. Одну выгнул по обводам шпангоутов. В дальнейшем я добавлю второй корпус, руль и полученный катамаран оснащу парусным вооружением, но обо всем этом чуть позже. А сейчас настало время рассказать полную неожиданности историю рождения этой пироги в глухом карельском лесу. И первая трудность которой я столкнулся это поиск достойного материала для шлюпки. А все дело в том, что верфь я решил заложить на месте строительства своей избушки рядом с мостом через ручей. Строить лучше всего там где живешь. Но именно в этом месте за последние годы я подобрал почти все окрестные ветровальные деревья. Они ушли на сруб избушки, мебель, верстаки, водяное колесо и собственно конструкцию моста. Именно на 11 метровые доски на стилы этого моста ушел самый подходящий ствол ветровальной сосны в этой округе. Выбор правильного бревна во всем проекте пожалуй самое ответственное решение. Поэтому сразу после наведения порядка в лагере я решил прочесать на предмет поиска ветровальной сосны всю округу в радиусе 3 километров. Выделил на это целые сутки. И в тот день я устал сильнее всего. Даже перетащить снаряжение от шлюпки к избе было проще, а на эту задачу ушел не один день. Но работу шерпа-носильщика я чередовал с починкой инвентаря, очисткой запруда от цепропелля и выкашиванием травы, вероятно поэтому утомился не так сильно. Кстати выкосить траву важно, это мероприятие не только сократит численность комаров, но и снидет угрозу от клещей, которых в том году было особенно много. Обратите внимание, несколько месяцев назад буквально на месте запланированной верфи упала новая сосна. Вот она. Удача. И если использовать в дело ее свежую заболонь, то на одну пирогу этой сосны должно хватить. Но заболонь быстро гниет, и я решил попробовать найти достаточно большую ветровальную сосну, у которой будет максимально большое ядро. Из ядровой древесины получится действительно долговечная качественная пирога. Очевидно за последние годы округу я исследовал очень и очень хорошо, и найти новое ветровальное дерево можно только там, где я еще не был. Понимая это, мне пришлось направиться в такие заковулки, куда в былые годы забраться я не решался в силу их труднодоступности. Итак, пробираясь через завалы ветровальных деревьев, сквозь которые с годами чистоколом проросли стволики молодых березок, через болотины, топкие берега и отвесные скалы я таки нашел несколько неизвестных мне ранее перспективных ветровальных стволов. Это было непросто, а я торопился. Накопившаяся усталость дала о себе знать и в итоге я оступился, упал и даже поранился. Обычно я свои травмы не показываю, но тут очень поучительная история. Утомление притупляет реакцию, а уставший человек это слишком большая угроза для самого себя. Вот посмотрите на этот замечательный ветровальный сосновый ствол, очевидно дерево упало около десяти лет назад, но это пока ни о чем не говорит. Его ствол висит на корнях, ветках и не касается земли, а значит относительно сухой. Он довольно прямой, прогонистый и его первые пять метров почти без сучков. Это удача, но пока ты не сделаешь первый поперечный спил, понять насколько у него качественная древесина не получится. Да, заболон превратилась в труху, но ядро на маковке больше 25 см в диаметре и местами еще плотное. Эх, пять лет назад это был замечательный материал для шлюпки, а нынче надо искать новый ветровальный ствол. Друзья, а сейчас смертельный номер, впервые на моем канале платная интеграция. Я постарался, будет интересно. Помните как я организовал кровлю на своей избушке? Я искал самый доступный вариант, потому использовал добытые на месте распиленные повдоль бревна бу-баннер и дерн. И с учетом работы эта кровля получилась совсем не дешевой. В условиях доступа к благам цивилизации мой способ экономии на кровли очевидно неприемлем. Без защиты дернам от ультрафиолетового излучения солнышка баннер через год просто рассыпется, а если делать обрешетку, способную выдержать вес дерна, то такая кровля становится золотой. И если стоит задача рационально потратить деньги и сэкономить на кровле, то стоит рассмотреть два кровляных материала, популярных сегодня у россиян. Черепицу андулин и недорогую металлочерепицу. С монтажом черепицы андулин легко справиться даже в одиночку. А вот металлочерепицу уложить своими силами сложнее. Придется нанимать бригаду и отдать еще 50-80 тысяч рублей. А еще в случае металлочерепицы придется нанимать газель для ее перевозки, это еще минимум 10 тысяч рублей. А листы черепицы андулин легкие и помещаются даже в легковушку, можно самому привести на стройку. Нужно только заднее сиденье сложить и пленку или ткань проложить, чтобы битовым не испачкать обивку. И в эксплуатации черепицы андулин практичнее металлочерепицы. Черепица андулин не страшный грибок и плесень, под ней не скапливается конденсат и она не ржавеет потому что в ее составе нет железа. А на металлочерепице уже через год-два могут появиться ржавые потеки. Крыша покрытая черепицей андулин не протекает, производитель дает гарантию от протечек на 20 лет. При бережной эксплуатации эта кровля прослужит добрых полсотни лет. Еще в отличии от металлочерепицы, черепица андулин не грохочет во время дождя. Разницу можно понять и почувствовать даже без специальных приборов. Так будет звучать в дождь металлочерепица, а так уютно шуршит андулин. На интенсивном солнце черепица андулин не раскаляется и не транслирует это пекло внутрь дома. А под крышей из металлочерепицы летом бывает адски жарко, потому она нагревается до 90 градусов. Не боится андулин случайной спички, принесенные ветром окурка или петарды, чтобы поджечь эту кровлю нужно как следует постараться. Кстати перечисленные преимущества андулин по большей части свойственны еще и андувиле. Андувила модульная битумная черепица внешне похожая на керамическую черепицу. А еще есть андулин смарт, похожая на черепицу андулин, но еще легче и проще в монтаже. В общем про достоинства кровли андулин можно говорить часами, поэтому пожалуй оставлю ссылку в описании к видео, пройдя по ней сможете изучить кровлю андулин подробнее. От себя добавлю, что если вы хотите, чтобы все гвозди были забиты как по линейке, а ваша обрешетка не соответствует заводской разметке на андулине, которая надо признать и здорово помогает, то вы можете сверху положить следующий лист и забивать гвозди ориентируясь по его краю как по шаблону. Очень удобно. Раньше мне не нравился шифер по той причине, что забитый гвоздь оставляет отверстие в кровле и это отверстие сверху не накрыто следующим листом кровли. Мне казалось, что если под шляпку и не натечет вода, то воздух из этого душлага точно будет выходить. Но забив современный кровельный гвоздь в лист андулина я изменил свое мнение. Шляпка современного кровельного гвоздя делает соединение абсолютно герметичным. Не знаю как вы, а я такой кровлей доволен. На любую другую кровлю для навеса над моей пирогой я потратил бы намного больше времени, сил и денег, а результат не был бы надежнее, долговечнее или красивее. Теперь моя пирога не будет гнить зимой под снегом. Даже такая самая простая односкатная кровля из андулина выглядит вполне симпатично и сверху, и сбоку, и снизу. Даже сквозь небрежно изготовленную обрешетку. Как видите простая односкатная крыша из андулина вполне может быть криволинейной. Теперь я думаю оформить в таком стиле ворота и калитку. Если будет отвлек в комментариях, то я расскажу про такое строительство подробнее. А еще андулин мне здорово помогал в процессе строительства до монтажа кровли. Во-первых перманентно шел дождь и я укрывал листами андулина стройку. А во-вторых дождь пытался испортить мне досуг и лишить мне шашлыка. Но андулин меня и тут выручил, заодно наглядно подтвердил свою пожаробезопасность. Не судите строго мой импровизированный мангал, возможно это следующий проект на участке с использованием андулина, а тем временем настала пора вернуться к строительству пироги. Мой следующий выбор пал на эту прямо скажем немаленькую ветровальную сосну. Упала она 10 лет назад, за минувшие годы ее ветки и корни подгнили и она уже успела опуститься стволом на грунт. Это дурной знак, да и внешне она вылей даже более трухлявый чем предыдущая, ствол даже успел зарасти зеленым мхом, но торопиться с выводом не надо. Сперва надо перепилить ствол пополам и посмотреть на торцевой спил своими глазами. Для этого придется выпилить небольшой чурбак из ствола но распил сделается пределами той части ствола, которая должна пойти в дело, там где уже начинаются большие сучки. Правда ствол ветровального дерева почти всегда находится в напряженном состоянии и гарантированно предсказать какие именно в данном стволе напряжения я не возьмусь, а у меня в этом вопросе богатый опыт. И вот в этом случае я был близок к тому, что шину в пропиле закусит, а мог и ствол лопнуть вдоль, но удача мне в тот день благоволила и все обошлось, а главное ядро у сосны оказалось довольно большим и вместе с пилы чистым и крепким как репа. Правда ствол довольно кривой и пристроить к нему мою заранее заготовленную направляющую шину с наскока не получится. Придется ствол немножко прихтовать топором и укамлять запил для первичного захода шины без запилы. И опор для направляющей шины, которым не прираспили последние четвертые доски из этого ствола придется сдвинуть уже за пределы этого ствола. Звучит мудрено, но вы сейчас увидите все своими глазами и мудреные пояснения будут уже не нужны. С этим стволом была сложность в том, что я не рискнул его окончательно отделять от корней, которыми оно сейчас довольно надежно зафиксировано в пространстве на склоне скалы. Верхнюю поверхность кривого ствола я немного выровнял и сейчас надо пристроить на нее направляющую шину. Опору шины будет всего три и очевидно все они должны быть сориентированы в одной плоскости. Но что особенно важно, опоры не должны смещаться до тех пор, пока я не сделаю последний, пятый пропил, ибо я рассчитываю добыть из этого бревна сразу четыре доски. В противном случае поверхности досок не будут плоскопараллельны, а это значит, что вся работа проделана зря и надо будет искать новое ветровальное дерево. Тем временем я сделал вертикальный запил стволе. Привинтил к полученной вертикальной плоскости брусок, к которому уже можно прикрепить горизонтальную опору для направляющей шины. Напомню, что все три горизонтальные опоры должны быть вынесены за габариты ствола и при том находиться на одной плоскости. Если опустить глаза на уровень верхнего обреза бруска горизонтальной опоры, то можно легко поймать плоскость верхнего обреза центрального бруска в створе двух других брусков уже закрепленных на торсах бревна. Однако всем известно, что консольная опора ненадежна и ее необходимо укрепить укосиной. Все эти деревянные бруски это детали моих гигантских струбцин, которые остались после прошлогоднего строительства моста через ручей. В цивилизации это мусор, а в глухом лесу строганный брусок это ценность. Подготовительные работы почти завершены. Остался последний штрих освободить место для каретки, то есть выпилить часть корня и можно приступить к непосредственно распилу бревна на доске. Скорее всего вы уже видели мое видео «Два секрета распила бревна бензопилой» и знаете, что я предпочитаю способ распила бревна на доске без использования приспособлений, просто используя методику маховых движений. И в таком случае у вас наверняка возник вопрос, зачем мне все эти ухищрения с кареткой, направляющей шиной и самодельными пильными шинами на бензопилу. В недавнем видео про мою самоходную пилораму из бензопилы я уже рассказал, что годом ранее при заготовке досок для моего моста через ручей увлекся, пил доски по 10 часов в сутки, перетрудил руки и травмировал сухожилия. Потому в ожидании, когда я восстановлюсь после беконделита, отказался от распила бревна маховыми движениями и предусмотрительно подготовил составную направляющую шину и каретку для бензопилы. В видео про мою самоходную пилораму из бензопилы я подробно рассказал и показал и процесс проектирования, и изготовления, и испытаний, и исправления конструктивных недоработок в пылевых условиях. Без этого никак не обойтись. Потому в этом видео данную часть истории я пропущу. Скажу только, что первый блин вышел комом. Первый пропил, но исправление очевидных конструктивных ошибок в каретке у меня получился, пожалуй, лучше в моей практике. Думаю вы заметили, что ранее просто руками на весу без применения приспособлений я пилил намного лучше. На втором пропиле я учел ошибки, исправил геометрию каретки, перестал менять пильные шины в процессе работы и вторая пласть первой доски у меня вышла, хоть и не идеальной, но заметно лучше первой. Как говорят на комсомольских стройках, при дальнейшей сучке рабочих норму выработки можно будет увеличить в три раза. И правда, на третьей доске моя производительность увеличилась и дело заспорилось, но как известно без поломки инструмента освоить новую технологию вряд ли получится. И на третьем сезоне сгорел подшипник моей самодельной удлиненной шины с самым тонким пропилом. Ширина паза у нее 1,1 мм. Жаль что в протаже таких шин нет. Это ощутимая потеря. Опять в процессе изготовления одного пропила пришлось менять пильную шину и в результате вторая пласть четвертой доски тоже пострадала. Будь у меня эти четыре доски в идеальном состоянии, я бы попробовал собрать борта и дно пироги только из них. Но коль две доски из четырех я своими руками местами подпортил, значит пущу их на менее ответственное дно, а на борта мне надо найти новый ветровальный ствол. И к сожалению этот ствол упал в километре от моей верфи. Под этот ствол сосны я предусмотрительно подложил чурбак и выпил пробную чурку для проверки древесины на пригодность кораблестроения. На торцевом спиле видно, что заболонь сгнила в труху, но ядро в великолепном состоянии. Сперва я отпилил часть ствола, расположенную ближе к маховке, с предательскими сучками, которые позже не позволят загнуть борта лодки. И заодно заготовил коротких досочек для крепежа направляющей шины на бревне. Когда бревно закреплено в горизонтальном положении на удобной высоте, это дело нескольких секунд, при условии что это короткие досочки в размер шины. Закрепив заготовки саморезом, одним движением можно превратить необрезную доску в обрезную. Хорошо работать в лесу, в условиях неограниченного доступа к древесине. Доски длиннее рабочей длинной шины, выпиливать немного сложнее, но тоже совсем недолго. А этот лафет пойдет на опору для бревна, пока я буду распускать на доски. К сожалению, у камля первые 3,5 метра ствола выписывают зигзаг. Эта часть бревна, которая могла дать наиболее широкие доски, в этом проекте непригодна. Возможно, я ее использую в следующем году. Кривой ствол тоже может быть полезен. Настало время выпиливать из ствола заготовку в размер. Как известно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так что это ответственный момент. Доски на пирогу я решил пилить длиной 4,5 метра. Теперь когда заготовка отделена от корней, она больше не ствол, а банальное бревно, которое уже можно пристраивать на чурбаки поудобнее. Это тоже важный этап. Во-первых, если бревно будет лежать неудобно, то распустить его на 4 идеальные доски у меня скорее всего не получится. Где-нибудь обязательно ошибешься. А во-вторых, бревно надо вложить так, чтобы выпиливая лафет удалить минимум ядровой древесины и максимум успевшей сгнить заболоне. При этом хорошо бы расположить бревно таким образом, чтобы при распиле пропилы попали на сучки так, чтобы их большая часть ушла в опилки. Бережливость, бережливость к береженному и бережная бережливость к бережно сбереженному. Шутки шутками, бревно точно не должно смещаться и крутиться. Бревно в сечении круглое и потому норовит укатиться, а чтобы его заневолить лучше всего прикрепить к его торцам две длинные жердины. Думаю вы уже заметили, что правильно подготовить 5-метровое бревно к распилу на доске без остатка заметно дольше, чем собственно его распилить на доске. После закрепления направляющей шины к боковым граням досок привинченных к торцевым спилам бревна и водружения на эту шину каретки с закрепленной к ней бензобилой, можно приступать к выпиливанию из этого бревна лафета. Пилить лафет на уже обрезанные доски намного экономичнее, чем пилить на необрезанные доски целое бревно. Тем более, что в обзор идет только уже сгнившее и потому негодное дрейси на заблоне. Напомню, что предыдущий ствол я не решился отпиливать от корней, потому что дерево лежало на склоне скалы и было намного крупнее и тяжелее. И если бы я его отпилил от корней, то отпиленное бревно скатилось бы на ствол ели и повисло бы зажатое на склоне, где я бы уже его не смог распилить на доске. А здесь, на ровном месте, пилить бревно одно удовольствие. Это даже хорошо, что я решил сделать дополнительные 4 доски. Это значит, что в дело я пущу исключительно ядровую древесину. Такая древесина сохраняется в воде в 10 раз дольше, а значит и моя пирога прослужит мне на порядок дольше даже под открытым небом. Что ни говори, а у недревесных лесных ресурсов есть свои преимущества. Во-первых, граница между заболонью и ядром хорошо видна. И не забывайте, ядро ядру рознь. Вон первая сосна упала вместе с этой, а ядро у нее уже сгнило. А во-вторых, ветровальная древесина за годы вылежалась и подсохла в самых естественных условиях. Ее уже не поведет и не закрутит, так как поведет, пока робит и закрутит винтом доски из свежеспиленной древесины. Так что на пирога у меня автоматически пойдет древесина лучше из доступной, хотя это и не древесные лесные ресурсы. Не знаю как вас, а меня эта эпопея с лесопилкой утомила. Негоже несколько дней к ряду пилить бревна на доске. Это все таки мой отпуск и развлечение не должно надоедать. Все готово для завершающего рывка, потому с легким сердцем я решил переключится на другое развлечение и посвятить ему целый день. Это конечно отступление от основного сюжета и к изготовлению пироги прямого отношения не имеет. Но я решил, что если я не упомяну про свой выходной, то у вас может сложиться ложное впечатление, что я пилил бревна без перерыва. А это неправда. Кроме того всю дорогу я периодически отдыхал переключаясь на бытовые заботы, которых в лесу хватает. А тем временем я спустил свою законсервированную самодельную байдарку с елки, погрузил в нее свой скарб и отправился на ней по местным озерам навстречу приключениям. Как видите прошли годы, а моя самодельная байдарка из веток и стрейч пленки, впоследствии усиленная тканью из полиэферной смолой, все еще служит неверой и правдой. Однако в силу ажурности и легкости конструкции ее приходится беречь. По сравнению с пирогой она конечно выглядит хрустальней. На деревянной пироге на этот берег я бы высадился не раздумываясь уткнувшись носом в эти ветки и скалы с разгона, а для байдарки я решил расчистить фарватер и швартовочное место. Конечно при должной аккуратности можно было высадиться и прямо на эти коряги, но я тут планирую провести целый день и купаться и рыбачить, потому расчистить берег это разумное решение. Адмиральский подход. Буквально пять минут назад я выудил на боевого поппера небольшого карандашика. Что как нельзя кстати. Солнце высоко, время обедать и я уже проголодался. По такой погоде скиптить воды для чая дело нескольких минут, а жареная свежепойманная щука в панировке из блинной муки не худший вариант для обеда на природе. Когда я брал с собой муку, спиннинг и сковородку, почему-то не сомневался, что без обеда я сегодня не останусь. Именно в этом озере никого кроме щуки нет, но щука плевет хорошо, в отсутствие антропогенного давления все таки есть свои преимущества и вот такой одноразовой тарелке есть свои плюсы и горит хорошо и мыть ее не требуется. Не знаю почему, но дома такая щука не доставляет и половины того удовольствия, что я получил сидя на недоделанном полке и вкушая явно пережаренный ломтик щуки. Вы не ослышались, на полке. Да-да, прочь интрига, этот день я решил посвятить бане. Баню я люблю, знаю в ней толк. У меня огромный, а огромный опыт по организации туристских бань на Ладоге, Кольском полуострове, на Байкале и других уголках нашей необъятной родины. Несколько моих бань даже попали в лодцы. У меня есть свои представления о каменке, полке и о способе организации парилки. Баня это целая вселенная. Именно эта конструкция бани интересна своей дешевизной, удобством использования и оригинальной конструкции двери. Весь пар в бане у потолка, потому я всегда делаю в бане полог. Внутри этого куба раскаленные камни, а человек в парилке неизбежно теряет часть своей координации, потому во избежание членовредительства полог должен быть максимально надежным. Я с ним согласен, подтверждаю было действительно хорошо. Через неделю повторно эту баню истопить получилось еще лучше, но тогда погода не располагала к съемкам и видео я не снимал. Но это видео не про баню, а про пирогу, поэтому если вам интересна история про эту баню, приглашаю вас на свой канал Дзен и Бусти, там это видео уже опубликовано. А мы тем временем вернемся к строительству пироги непосредственно на пилораму. Отдых как известно это смена деятельности и я как вы могли убедиться славно отдохнул. После бани, но еще на природе так сладко спать. Так что к бревну я вернулся только во второй половине следующего дня, тем более что дело тут осталось на пару часов. Основная работа сделана, все подготовлено, технология отработана, плафет пилить не сложно, а полных пропилов осталось делать всего 5 штук. Вы не поверите, но этот сокол видимо так привык к звуку работы бензопилы, что пролетел от меня в 3 метрах и сел на эту ветку. О преимуществах моей самоходной пилы я подробно рассказал в отдельном видео, потому не буду акцентировать на них внимание еще раз. Отмечу только что обрезную доску я получил крайне высокого качества и совсем без напряжения. Да и носить доски таких габаритов и такой влажности совсем не сложно. Напрасно я переживал, что таскать по скалам до верфи километр я и буду целую вечность. Если установить глубину пропила на каретке на две трети бревна или более и заполнить бензобак на треть объема, то пока бензопила допилит до концевого упора и становится, а это напоминаю пропил длиной 4,5 метра, скорым шагом можно успеть донести отпиленную ранее доску до места верфи и вернуться обратно. Как видите я все еще пользуюсь своей самодельной понягой из прута черемухи. Носить доски на ее верхней дужке очень удобно, а заодно на понягу можно погрузить бензопилу. Кажется Медянка со мной согласна. Мне всегда нравились ящерицы, даже безногие, а вам? За двадцать дней отпуска погода неизбежно поменяется не один раз и к тому надо быть готовым. В вейдерсах и куртке дождь не проблема, плить можно и в проливную дождь, но снимать видео неудобно, потому таких кадров у меня мало. В целом во время дождя мне работать нравится, жаль только что инструмент и материал мокнут. Что ж, основные заготовки у меня уже есть, по крайней мере четыре замечательные доски на борта пироги в наличии, но вот стапель на котором я мог бы заняться сборкой у меня нет. А ровная поверхность бывает полезна, нужна верфь. Без верфи на земле тоже можно построить плавсредство, но тогда будет и спина болеть и качественный результат не гарантирован. Кроме того, в доске лежащей на земле неизбежно набьется песок, а это абразив, значит инструмент придется перетачивать, а это лишняя морока. Лучше заранее собрать стапель. Вот на него я сейчас и заготавливаю материал. Все тот же ветровал, все та же бензопила, только теперь требования к материалу намного, намного ниже. Когда на бензопиле установлена длинная шина, кривой пропил сделать надо еще постараться, так что идеальный пропил и маховые движения тут не требуются. Организовать ровную поверхность над неровным грунтом проще всего используя колья, а колья для стапеля у меня уже есть, не использовать их повторно будет неразумно. Забить колья было несложно, а вынуть еще проще. Достаточно предварительно расшатать их кувалдой. Годом ранее на этом полукруглом стапеле я собирал гнуто-клееную конструкцию опор своего моста. Вот как это выглядело, а сейчас использую в конструкции нового стапеля уже для пироги. Можно считать, что технология отработана. Широкие доски мне сейчас не нужны. Для организации плоскости помоста подойдут узенькие бруски. Главное, чтобы одно их ребро было плоское, потому только что выпиленные доски распускаю на бруски. Вероятно, вы скажете, что делать прямолинейную разметку вдоль линейки гибкой рулетки плохая затея. Но ведь этот рез совсем не ответственный и единственную рабочую плоскость этого бруска я еще впоследствии подправлю рубанку по месту. Так что и так сойдет. Как известно, лучший враг хорошего и очень эффективный враг. Однако стапель мне понадобится не скоро и с ним все понятно, а значит его изготовление можно отложить и вернуться непосредственно к строительству пироги. Дели от вопросов еще не решены и как к ним подступиться пока не понятно. Первое, что необходимо сделать, это собрать из двух относительно узких досок высокий борт пироги. Прифуговать эти две доски в лесных условиях у меня лучше не получилось, увы мне. Но теперь их надо сплотить и склеить. Очевидно нужны ваймы, которых у меня нет. Вопрос, как эту задачу решить в отсутствии вайм? Поначалу я примерился к уже имеющимся арочным конструкциям моста, но сплачивать доски прямо на них я не рискнул. В ответственный момент во время склейки сама арка могла мне помешать набросить дополнительную вайму. Потому я решил изготовить для решения этой пожалуй самой ответственной задачи отдельную конструкцию. Конструкцию из четырех кольев, упорных брусков, клиньях и смекалки. Раз я делаю инструмент, то коли должны быть качественные. Криво затесанный кол вертикально вбить получится только случайно. Узнали мой приметный верстак дырявый оборотень. Это действительно многофункциональный листой инструмент. Сейчас он мне пригодился как переносные леса. Забивать в землю деревянной кувалдой длинный кол с таких лесов одно удовольствие. Забив второй кол можно ориентируясь на глаз по створу кольев выбрать пилой на кольях лыску. И эта поверхность обязательно должна быть прямолинейной. Именно к ней будет прилегать как к обычной столярной вайме щит из двух досок. Бензопилой добиться столярной точности изготовления деталей непросто. И на этот случай я прихватил с собой шерхебель и рубанок. Возможно вы скажете, что же ты Максим опростоволосился и перепутал последовательность действий. Пропилить лыску и обработать ее ручным рубанком намного проще на горизонтальной поверхности твоего верстака. Проще. Только когда ты будешь забивать кол, он обязательно провернется вокруг своей оси и лыски выйдут из створа, а значит их придется делать заново. На этом этапе мне пришла в голову мысль, что два дополнительных ответных кола мне делать не обязательно. И обдумать эту заманчивую идею я решил, вернувшись к установке опор будущего стапеля. Заметили, моя деревянная океанка при таких нагрузках все еще жива и за последние три года не развалилась. И это без какого бы то ни было бандажа. Секрет в том, что рабочую поверхность я изредка подновляю и не позволяю размахниться деревянному бойку. А помогает мне в этом мой нож педальный. Несмотря на мою фиаско с закалкой и сварной шов, он мне все еще служит верой и правдой. И если вы еще не видели видео про его ковку, приношу извинения за спойлер. Но думаю вы уже заметили, что все мои видео соединены сквозным сюжетом и лучше смотреть последовательно. Среди живописных карельских скал трудно найти ровную площадку. Посему не удивительно, что мой стапель расположен на склоне. И дабы вывести площадку стапеля в горизонт приходится пользоваться доской поставленной на ребро с опорой на первую перекладину заложенного стапеля. Тут в очередной раз окажет помощь и укажет верный путь метод створного знака. Главную доску выставим в горизонт, например по уровню. И как известно, иногда все разваливается и винить некого. Возможно вы скажете, что стапель я делаю излишне прочным и я склонен с вами согласиться, но оправдание скажу, что у меня есть на эту конструкцию далеко идущие планы. А вот и заменители второй пары кольев. Два бруска закрепленные саморезами на уже вбитых кольях. Это только что выпиленные массивные жесткие бруски, которые надо притянуть к лыске на кольях, но не напрямую, а через брусок. Брусок толщиной равный толщине уже отстроганных досок, которые я и собираюсь сплачивать в щит на этой конструкции. Не смотрите сукоризны на недостроганные внешние поверхности бруска со следами бензопилы. За кадром рабочие, обращенные к бортовым доскам поверхности этих брусков я прострогал ответственно и они максимально ровные. Ровные настолько, насколько прямолинейности возможно надавиться в лесных условиях. По сути, это заменитель Ваймы, от геометрии которой будет зависеть геометрия щита из двух досок. А мне важно, чтобы щит получился ровным, а не горбом. Ибо в дальнейшем, когда я буду гнуть борта из этих щитов, они неизбежно лопнут, если будут склеены с горбом или покоробятся в процессе высыхания. А вот к линиям, которые я сейчас выпиливаю бензопилой из тех самых коротких дощечек, которые я напилил несколько дней назад из того же бревна, что и сращиваемые доски, никаких особых требований нет. Потому и способ изготовления такой непритязательный. Важно только чтобы в итоге получилось два парных комплекта клиньев с желательно перпендикулярными плоскостями и толщиной чуть меньше толщины сплачиваемых досок. Эти свежие клинья буквально из-под топора вполне подошли бы для сплачивания досок на два раза применения. Бортов ту у меня предполагается два, но приятнее работать со строганными клиньями, опять же занос будет меньше. Но признаться, мне просто с детства нравится строгать узкие грани досок шерхебелем, мне нравится его производительность, наглядность быстро достигнутого результата и звук отделяемой стружки. А какой запах? Иногда свежая стружка ядровой древесины пахнет миндалем, это тот самый случай. Осталось снять фаски и этим инструментом будет приятно пользоваться. Так, для сплачивания при помощи клиньев на вайме нужен второй упор. Для этих целей подойдут упоры с прошлогоднего степеля для гнутоклеенных конструкций моего моста. Закрепить их можно на простой саморез. Настал тот день, настал тот час, когда мне нужен ватерпаз. Шутка. Уровень мне сейчас не поможет, ибо настал момент принятия решения как именно сращивать доски. Вот я и примеряюсь. С одной стороны у досок есть предательские сучки, на которых в процессе загибания борта древесина может лопнуть, а с другой стороны в одном месте древесина на досках все же немного подпрела. По причине того, что концы щита из этих досок все равно позже мне придется срезать на конус, есть возможность сдвигая доски в щите относительно друг друга и по разному тасуя эти четыре доски между собой, выбросить самые проблемные куски из этих досок в отходы. Но тут надо не прогадать, а кандидатов на брак много. Как известно, в проблеме выбора главное не ошибиться. Как вы понимаете, щит длиной 5 метров, качественно сплотить всего двумя лаймами никак не получится, тут понадобится десятый лайм, но делать еще 8 кленовидных струбцин у меня времени нет, понимая это я взял с собой дополнительное приспособление для косого шурупа. Это приспособление уже оборудовано и эксцентриковым зажимом и быстрой регулировкой потребуемую ширину доски. Литая алюминиевая платформа конечно давила на лямки рюкзака, но я не пожалел что принес ее к своей избушке. Конечно кассой шуруп не может сплотить две доски так как это может сделать Вайма, но говорят на безрыбье и рак рыба. А чтобы предотвратить смещение досок относительно друг друга и немного усилить место склейки я решил использовать банальные шканты диаметром 8 мм. Вот мой простейший шкантователь, легко заметить что он изготовлен из трех дощечек и четырех саморезов, трудно придумать что-то проще. А вот мое переточенное сверло восьмерка. Заточка рассчитана на то, чтобы с одной стороны его удлиненный центральный шип не позволял сверлу смещаться, а с другой стороны его режущая кромка в зоне примыкания к ленточке сразу подрезала волокна не допуская сколов. Как вы понимаете отверстия под шканты надо было просверлить строго по разметке в обеих парных досках. Для этого верхнюю доску пришлось временно перевернуть вверх ногами и поместить на место нижней. Теперь когда все отверстия под шканты изготовлены настало время вернуть доски на свои места. Осталось наживить саморезы в отверстия под косой шуруп и можно считать что все подготовительные этапы для склейки завершены. Пора приступать непосредственно к склейке. Кажется разметка на месте и я ничего не перепутал. К сожалению время жизни полиуретанового клея невелико и на этом этапе надо торопиться, а ошибиться сейчас никак нельзя. Запасных заготовок на вторую попытку у меня нет. Тут у меня либо получится с первого раза качественно и герметично склеить щит из вручную прифугованных досок прямо в лесу, либо я никуда на пироге не поплыву. По крайней мере не в этом году. Из первых кадров видео вам уже известно, что моя пирога в итоге заскользила по черным водам Ладоги, но для меня на данном этапе эта интрига висела в воздухе и будоражила фантазию. По версии Черчилля ключ к успеху это переход от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Вполне откровенное высказывание. Спорить не берусь. Возможно для Лорда Адмиралтейства этот рецепт подходит, но для меня как для одиночки этот путь неприемлем. Одиночкам приходится двигаться от ошибки сразу к успеху, а лучше от успеха к успеху. Как я успел убедиться от нехватки энтузиазма я не страдаю, а вот нехватка времени может внести в проект свои коррективы. Кстати пользуясь случаем выражаю благодарность платным подписчикам на Boosty. Без вашей поддержки это видео я бы монтировал еще долго. Именно благодаря вашей поддержке у меня освободилось время на монтаж этого видео. Так что мы с вами полноправные соавторы этого проекта. Мне кажется у нас получается неплохо. Вы согласны? А тем временем за досужими разговорами я нанес полиуретановый клей на ребра досок, забил в нижнюю доску нагели, совместил нагели с отверстиями в верхней доске, ударами деревянной киянки первично сплотил щит и затем при помощи клиньев сплотил щит по взрослому. И уже больше для самоуспокоения я добавил струбцин и шурупов в отверстие соединения на косу шуруп. Мне кажется при завинчивании шурупов клей нигде не выдавился, а значит соединения плотнее не стало. Но пускай лучше будет лишнее крепление, мне так спокойнее. Пока клей полимеризуется и набирает силу есть время продолжить строительство стапеля. Остался последний рывок и четыре опоры будут установлены в один уровень. Сейчас этот уровень можно проверить используя доску. Достаточно поставить доску на ребро, оперев на крайней плоскости и сразу становится наглядно видно, что колья надо убить поглубже, ибо они выходят за габариты плоскости. Дело не мудреное, знай колоти кувалдой. На кольях надо сделать лыски, дабы горизонтальная опора к ним прилегала поплотнее. А на тех кольях, что покрупнее, стоит сделать лыски с двух сторон, чтобы через них можно было закрутить саморез в горизонтальную перекладину. Бензопила удивительно продуктивный инструмент. Одно удовольствие ей работать. Эх, если бы она еще так не шумела. Зато шерхебель шелестит по дереву с приятным звуком. Этот звук я бы не хотел заглушать. Осталось снять фасочку и дело сделано. Можно посмотреть как склеились в щит мои доски. Излишки полиуретанового клея вспенились, вступили в реакцию с влагой, затвердели и теперь легко удаляются топором. Как видите, довериться всего двум ваймам на пятиметровый щит я не рискнул. Из-за него лил щит между еще одной парой досок. В народе говорят береженого Бог бережет. А народу я доверяю. И еще говорят ломать не строить, разбирать не собирать. Действительно выбить клинья и вынуть из вертикального стапеля щит быстрее и проще чем его собрать. Вы вероятно уже обратили внимание на некое несоответствие в мизансцене. Я пилю, строгаю на этом месте целыми днями и должен бы уже ходить по колено в стружках и опилках. Но этого не наблюдается. Как думаете почему? Верно, сухая стружка и длинные опилки это не только замечательная растопка, но и в больших количествах даже топлива. Минимум три раза в сутки мне надо разжигать костер, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин. И прожорливый огонь оперативно подбирает все стружки. Стапель готов как раз вовремя. Теперь, когда есть такой длинный щит, нужно место, где с ним можно работать. Но пока есть более важное дело, надо собрать второй щит. Без второго борта пирога не поплывет. Кроме того обрабатывать борта надо в паре, иначе пирога будет асимметричный. Гондола, которая как раз асимметрична мне сейчас не нужна. Сказать по правде качество склейки первого щита мне не по душе, но тут уж ничего не исправить, а вот склеим и поверхность досок второго щита и еще можно подогнать друг другу получше. Этим сейчас я и займусь. Безусловно подгонять друг другу прямолинейные поверхности намного рациональнее и проще. Но фуганка у меня нет и сделать поверхности ровнее в условиях леса у меня уже не получится, потому приходится подгонять доски друг другу по месту. Я почему-то рассчитывал сделать борт из одной широкой доски и потому опять не взял с собой в поход фуганка. Больно он тяжелый. Это конечно был мой промах. Ничего удивительного, это моя первая пирога, как ее делать я никогда не видел и самостоятельно у вас на глазах набиваю шишки. Очевидно вторую пирогу я сделал бы в полтора раза быстрее и в два раза лучше. Как известно, опыт сын ошибок трудных заменить ничем невозможно и в подтверждение этой мудрости второй щит мне получилось сплотить заметно лучше. Не в последнюю очередь по той причине, что я все же выпилил третий комплект клиньев и добавил еще одну вайму или скорее ее заменитель. Юрий Александров называет такое приспособление громкая струкцина. На мой взгляд довольно метко. А тем временем, пока второй щит склеивается в вертикальном стапеле, первый щит можно попытаться привести в норму. Отстрогать его со всех сторон не требуется, но вот убрать ступеньку в месте склейки стоит попробовать. Основные материалы в зоне ступеньки сперва я снял с шархеглем, вон такая мясистая стружка летит, а по звучкам и более проблемным местам я затем прошелся рубанком. Это тот самый рубанок, который мне подарил Саша Зигфрид. Саша, мне еще раз большое спасибо. Когда устаешь от работы рубанком на себя, его можно перевернуть и продолжить работу европейским методом. Рекомендую. Нагрузка на разные группы мышц меньше утомляет и в итоге доставляет больше удовольствия. А ведь пожалуй пирога в Танзании была из нестроганной доски. Но это не важно. Танзанийскую пирогу я взял только за основу. Ее конструкция излишне примитивна. Вот к примеру у прототипа бортовые доски на носу и корме соединялись непосредственно друг с другом. Мне показалось это недостаточно надежным и в своей пироге я хочу использовать форштевень и ахтерштевень, через которые бортовые доски и будут соединяться друг с другом. Это должны быть трапециевидные или треугольные в сечении бруски. А вот какой у них должен быть угол, пока борта не загнешь непонятно. Но можно попробовать угадать. Этим я сейчас и занимаюсь. Как видите прямоугольные бруски выпиливать бензопилой намного удобнее. Кстати строгать треугольные в сечении бруски еще менее сподручно. Подошву рубанка привычнее держать параллельно земле, а треугольный брусок в таком положении неустойчив и все время норовит вывернуться и убежать. Организация рабочего места в таких условиях крайне, крайне важна. Потому я строгал этот маленький брусок и радовался тому, что несколько лет назад подобился изготовить этот лесной верстак перевертыш. Себя не похвалишь, никто не похвалит. И еще меня порадовал этот рычажный эксцентриковый зажим. Работать с ним удобнее чем с клиньями. Вот заготовка форштевни, если с углом я не угадал, то позже его можно будет подстрогать. А тем временем щит из досок уже склеился и пора разбирать изгороду. Конструкция впрямь похожа на изгородь. Вот клинья ненароком склеились, а они еще пригодятся. В целом это успех, второй щит получилось сплотить даже лучше перо, что не удивительно. При дальнейшей случке рабочих норму выработки можно будет повысить вдвое. Наша пролетарская даешь. Наверное вы заметили, что я сплачивал доски, на которых местами был обзол, а местами просто подопревшая негодная древесина и я ее не удалял. Казалось бы, она мешается и давно пора от нее избавиться. Все потому, что я хочу сохранить максимально возможную ширину щита, дабы в дальнейшем получить максимальную высоту борта пироги. Но вот настало время, когда оба щита готовы и пора придавать им форму симметричных бортов. Однако обзол, сучки и гнилушки заблони я все еще удаляю не целиком. Окончательно я подровняю борта, когда сложу их в пакет. Вот этим я сейчас и займусь. Приложу два щита друг к другу, временно зафиксирую их между собой струбциной. Затем как заправский скульптор начну удалять все лишнее. И конечно мне в этом поможет бензопила. Еще на этапе склейки я определился где у меня будет вверх борта, а где низ и даже условно наметил линию форштевня и яхтерштевня. Отпилив первый треугольник я приложил его к другому концу пакета щитов и как по шаблону перенес приблизительно симметричную разметку угла атаки носа и кормы будущей пироги, сохранив максимально возможную длину плосредства. Теперь развернув в пакете один из щитов можно увидеть, что симметричность угла атаки кормы и носа пироги только условно. Но у меня есть шанс исправить дело. Теперь если спилить выступающие части с обоих концов, то корма и нос подравняются до одного общего более острого угла. Мне кажется, что так будет лучше. Настало время сделать борта симметричными. Вероятно вы заметили, что верхний обрез борта у меня не прямолинейный. На миддале, носу и корме высота борта максимальная, а в промежутках занижена. Это сделано умышленно. Нос и корма будут зарываться в волну, должны быть повыше, а на миддале в процессе разваливания бортов их высота просядет больше всего. Потому укладывая в щит доски я учитывал их кривизну именно с таким расчетом. Но если бы ядро бревна из которого я выпилил доски было бы потолще, то в высоте борта и его геометрии я бы не задумывался. Все таки ветровальный материал из которого строишь летучий корабль диктуют приемы и методы строительства. Топор и бензопила это конечно хорошо, но для более деликатной обработки нужен по крайней мере шерхебель. С этого ракурса наглядно видно о какой кривизне верхнего обреза борта я только что говорил. Вот они горб посередине и два пика по краям. А вот если перевернуть пакет с ног на голову то видно что с нижним обрезом борта все совсем по другому. Тут невооруженным глазом наблюдается седловина, то есть прогиб посередине. И эта седловина тоже неспроста. Позже, когда я разведу борта станет понятнее зачем она. А пока я постараюсь пояснить на словах. Когда я плыл на пироге по талым водам с ледника Килиманджаро, то заметил что местная пирога излишне верткая, другими словами она плохо держит курс. Так вот, если не сделать эту седловину, то дно пироги в продольном сечении будет выпуклым, линзовидным. И на этом пузе пирога и будет крутиться и сбиваться с курса. Но позже мы с вами убедимся, что этого седла недостаточно. А пока приступим к подготовке к развалению бортов. Полюбуйтесь на заготовки, которые требуется согнуть симметрично. Стыд и позор. Ширина досок на бортах мягко говоря не одинаковая. И это очевидно я дал маху в процессе строгания. Когда я выпилил доски, на глаз они были одной ширины и в кондуктор для шкантов они помещались с практически одинаковым зазором. Признаться, я опасался, что в процессе загибания борта у меня лопнут, потому временно усилил их поперечным бруском. Теперь надо соединить концы бортов на носу и корме через уже заготовленные форш-штевень и ахтер-штевень. Для этих целей я прихватил с собой шпильку, напилив ее на 6 отрезков и засверлив под эти резьбовые прутки сквозные отверстия сразу в двух бортах, предварительно уложив по месту форш-штевень и ахтер-штевень, я подготовил все для надежного скрепления бортов. Теперь подложив шайбы и предварительно затянув гайки можно примериться к разваливанию бортов. Сразу скажу, что если я буду делать следующую пирогу, то вместо шпильки с резьбой М8 возьму шпильку с резьбой М6, нет никакой необходимости в такой мощной шпильке, она даже избыточна. Когда будет установлено дно, вся нагрузка с заделки носа и кормы уйдет, а в процессе загибания бортов шпилька неизбежно загибается и как известно шпилька М8 сопротивляется изгибу сильнее чем шестерка. Кроме того это лишние деньги и вес, не повторяйте моих ошибок. Пирога в Танзании была изготовлена из какого-то лиственного красного дерева. Доски были потолще и на них не было никаких сучков. Такие доски гнуть одно удовольствие. У меня же доски, хоть и из плотной ядровой древесины и северной сосны, но содержат множество сучков, которые их ослабляют. Не зря сучок во множественном числе в русском языке зачастую используется в качестве бранного слова. Загибая доски на гнуто-клеенные опоры своего моста годом ранее я с этими сучками намыкался, потому сейчас разваливаю борта медленно, давая время древесине бортов привыкнуть к новой форме и перераспределить внутреннее напряжение. И если так согнуть доски разом в один присест в течение десятка секунд, то они непременно лопнут по сучкам. Потому спешить с этим делом не надо, тем более это только примерка будущих изгибов борта. Вот они проблемные места. Как видите на самых проблемных сучках древесина уже лопнула, но ревизия показывает что доску еще можно гнуть дальше если конечно это делать медленно. Распорки на бортах никак не зафиксированы, потому я переворачиваю заготовку так бережно, не хочу чтобы из-за удара или рывка распорки выскочили и борта схлопнулись. Все таки сейчас это взведенная пружина и не хочется внезапно почувствовать себя на месте мышки в мышеловке. Цель этой примерки не только дать доскам привыкнуть в своей будущей штатной форме, а скорее посмотреть на то как можно получше осуществить заделку носа и кормы. Значение примыкания досок обшивки между собой и непосредственно к форштевню и яхтерштевню трудно переоценить. Как видите, несмотря на то что борта разведены не полностью, на медали надо будет добавить еще сантиметров 15, щель в зоне примыкания досок обшивки к форштевню и яхтерштевню уже неприлично большая. Посмотрите, доски обшивки уже имеют два экстремума, это совершенно ни к чему. Причины тому излишний острый угол форштевни и яхтерштевни. В целом я угадал с углом атаки форштевни и яхтерштевни, просто надо будет подстрогать доски обшивки, но об этом позже, сейчас надо сделать разметку на борту параллельную в ватерлинии. И тут мне опять помогает мой стапель. Доской от поверхности стапеля можно отбить параллель как штангенрейсмосом от поверхочной плиты. Для моих задач точности таких измерений достаточно. Перед разбором конструкции самое время попытаться склеить трещины образовавшиеся в районе проблем на сучков. Пурклей их навряд ли склеит, но попытка не пытка. Но вернемся к носу и корме, строгать форштевень и ахтерштевень увеличивая их угол я не хочу, пускай эта деталь будет массивнее. Вдруг я в будущем захочу нарастить борт, тогда они мне точно понадобятся для этих целей, поэтому остается подстрогать концы досок обшивки. И снова мне пригодилась бензопила. Скрепив двумя стопцами борта в симметричный пакет и отбив параллельную кривую от кривой ваттерлинии я сделал по этой линии пропил. Ммм, параллельная кривая какой то геометрический оксюморон, но надеюсь вы меня поняли. Я так боролся за высоту борта и так радикально ее укоротил. Вместе с шириной пропила это верно 5 сантиметров или где то литров 80 водоизмещения, но зато пирога будет лучше держать курс. Вероятно вы заметили, что на этой кривой линии есть два излома и вы верно предположили, что я решил надставить борта на корме и носу. Четыре маленьких треугольника сэкономят мне еще 5 сантиметров высоты борта. В этом проекте я настрогался шерхебелем вдоволь и ни о чем не жалею. Второй раз собирать в пакет и разваливай борта намного быстрее и сподручнее. Все отверстия уже просверлены, шпильки напилены в размер и набор распорок разной длины тоже уже готов и под рукой. По ощущениям, чисто органолептически второй раз борта сопротивляются сгибанию намного меньше чем в первой. Похожие впрямь древесные волокна уже немного размелись, но все равно торопиться с разваливанием бортов не стоит. Говорят, тише едешь, дальше будешь. Изначально я не планировал делать шпангоуты на моей пироге. По крайней мере на танзанийской пироге никаких намегов на шпангоуты я не заметил, но пока строгал доски обшивки я решил что классическая плоскодонка это слишком банально и надумал сделать немного пузатое дно. Оно имеет более обтекаемые гидродинамические характеристики и выглядит симпатичнее. Обычно обводы дну и борта придают шпангоуты. Иногда наоборот, шпангоуты подгоняют под уже загнутые и сколоченные между собой доски пузатой обшивки, но не в моем случае. Значит придется делать шпангоуты. А я и не против. Тем более что у меня есть давно заготовленные доски из куска ствола сосны с заметным изгибом. Древесные волокна в этих досках естественным образом повторяют тот изгиб, который я хочу придать дну своей пироги. Это тот самый случай, когда недостаток материала оборачивается достоинством. Из одного куска кривого бревна получилось выкрыть четыре заготовки шпангоутов, в которых древесные волокна повторяют собственную геометрию. Перед установкой шпангоутов необходимо окончательно определиться с линией обводов бортов. Сейчас пока нет дна, можно внести последние коррективы. Если бы я хотел построить распашную шлюпку, то при такой длине полосредства я бы стремился раздать борта на миделе максимально широко. Но у меня не будет ни подуключен, ни распашных весел, потому мне выгоднее иметь на миделе более узкую пирогу, а на носу и корме максимально широкую. Потому на корме и носу я забиваю распорки максимально ближе к форштевню и яхтерштевню. А на миделе наоборот стягиваю борта при помощи веревочной петли и палки. Говорят 7 раз отмерь, один раз отрежь. А у меня разметка и примерка по месту заняли в 7 раз больше времени, чем просто распил заготовок. Но мне грех жаловаться, как известно тутет бьянки финет бьян. В этот раз с разметкой я не ошибся, все шпангоуты встали на свои места с первого раза, хотя они и возражали. Я с собой взял полтора килограмма саморезов и мне их хватило только-только, при том что я их регулярно использовал повторно. Конечно в данном случае саморез ничем не отличается от гвоздей. Саморез, завинчанный в торец бруска может удержать брусок только от смещения, но притянуть брусок к обшивке он не может. С другой стороны в отличии от гвозди саморез легко демонтировать. Вам эта картинка ничего не напоминает? Эпос Древней Греции. Возвращение в Итаку Одиссея. Он тоже стрелял через проушину топоров выстроенных в одну линию. Только я стреляю оптической осью и бечевкой, а не стрелой. Вы догадали для чего эти просверленные скрытые цилиндрические отверстия? Верно, через эти отверстия из отсека в отсек, который образует шпангоуты, будет перетекать вода, которая неизбежно наплескается волной или накапает из тучки. А уже из самой нижней точки я легко ее очерпаю черпаком. Все, больше я не буду разбирать борта, хотя по уму следовало подогнать заделку носа и кормы получше, но время отпуска уходит и надо торопиться. Я не обращал ваше внимание на то, сколько времени уже прошло с начала проекта и могло показаться, что на все про все я потратил пару дней, а между тем по движению теней можно было заметить, что на исходе уже вторая неделя отпуска и на устранение нефункциональных огрех просто нет времени, но отстрогать нос и корму надо обязательно. Иначе позже об их острые края обязательно поранишься, а это лишнее. Теперь моя каракатица уже похожа на плавсредство, а с установленными шпангоутами, конструкцию с вынутыми и напряженными бортами можно ворохать без опасений что борта схлопнутся. А щель между досками обшивки и форштевнем, на которую я сет его буквально минуту назад, можно заполнить пулеретановым клеем. Только сперва внутреннюю поверхность обшивки стоит защитить скотчем, так конечный результат будет опретнее. Бобовник или лабурнум, эта бирка с моего местного бетонника сейчас пригодилась в качестве шпателя, а вот так ловко удаляется пулеретановый клей вместе со скотчем. Наклеить его было хлопотнее. Пора укоротить шпильки. Сейчас в кадр попали сразу две мои рубашки. Одна на мне, а вторая сохнет после стирки. За этот поход они у меня выцепили на спине как солдатские гимнастерки в пустыне Гоби. Вероятно это результат ежедневной стирки в деревянном барабане моего водяного колеса. Помните мою деревянную стиральную машину? За этот симпатичный ремболт будет удобно швартоваться. Все таки не зря ветровал законодатель признал недревесными лесными ресурсами. Этот подгнивший участок портит всю картину. У шрам я старался использовать только в необходимости. Она аккумулятор разряжает на раз-два, а заряжать его мне солнечными панелями целых два солнечных дня. Установленные шпангоуты заметно укрепили каркас пироги в плоскости пока отсутствующего дна. Но если установить еще три банки, то пирога приобретет окончательную жесткость по всей высоте борта. Помните 10 дней назад накрапывал дождик и я пилил эти доски из бревна на неудобном склоне скалы? Прошло время, досочки подсохли, за кадром пока сох клей я их обработал рубанком, разметил габариты и вот сейчас настала пора пилить из них банки. Подпревшую заболонь и треснувшие сучки долой, а остальное пойдет в дело. На данном этапе, пока у пироги нет дна, ширину пироги можно подгонять по длину центральной банки, а не наоборот. Но ничего подгонять не пришлось, я с первого раза попал точно в разметку. В отличие от шпангоутов, которые с одной стороны торцами будут сжиматься бортами, а с другой стороны всей плоскостью лежать на дне, банки будут крепиться только к бортам, вдобавок испытывать серьезную нагрузку. Пожалуй самую серьезную. Их крепить саморезами в торец никак нельзя, для них нужны дополнительные опоры в виде деревянного бруска. И как видите длину самореза я тут не пожалел, важно только чтобы опорный брусок и банка не лопнули. Для этого лучше предварительно засверлить отверстие под саморез. Но благо ядровая древесина плотная, потому как говорил из тридевятого царства и так сойдет. Можно считать, что в данном проекте это мой лозунг, и это осознанный выбор. Тут либо в угоду скорости жертвовать качеством, либо переносить путешествие по волнам на этой пироге на следующий год. Я выбрал первое. Все, можно удалить последнюю распорку, три банки с успехом заменят все временные распорки. Слышите раскаты грома? Природа тоже меня подгоняет. Помните я говорил, что треугольные обрезки щита тоже пойду на дело? Вот настало их время. Мне нужны четыре клина, чтобы именно растить высоту борта на носу и кормить пироги. Такие коротенькие клинья можно приклеить и без трубцин, просто зафиксировав их саморезами предварительно смазав клеем. И напоминаю, ничего бы этого не понадобилось, если бы я не решил бороться с потерей курса танзанийской пироги. Как известно, лучше это враг хорошего. Мне повезло, осадки были коротковременные, а утреннее солнышко успело высушить тент, которым приходится накрывать беломатериал на ночь вне зависимости от прогноза погоды. Береженого Бог бережет, а кому везет, тому и петух снесет. В любом случае, склеивать полиуретановым клеем мокрые от дождя доски я точно не хочу. Плавали, знаем. На этом этапе лучше воспользоваться ножовкой. Бензопилой можно ненароком отпилить что-нибудь лишнее. Или еще хуже, заехать во время на завинченный саморез. Дольше терпеть это безобразие невозможно. Без дна пирога никуда не уплывет. Очевидно нужно дно. Потому я еще вчера уложил на степель доски, предназначенные для изготовления дна. И решил начать с самых отвесных досок днища. Самых длинных, тех которые смыкаются на линии киля. Разметил линию отреза и начал пилить с изрядным припуском. Как известно, лучше лишнее сострогать рубанком, чем надставлять недостающий сантиметр доски ненароком вспиленные в результате ошибки разметки. Так, этот чай доски лишнее, заболонь мне в любом случае не нужна. Долой заболонь. И этот чай доски мне пока не пригодится. Даже обидно, что потратил столько времени и сил на распил бревна на четыре доски, от которых в дело пойдут приблизительно две трети длины. При примерке можно заметить, что продольный пропил сделан не по прямой. Это пузо или горб у доски нужно по той причине, что дно пироги будет не плоское, а выпуклое. Согласитесь, в разметке по месту есть своя прелесть. Испытываешь обоснованную уверенность в своих действиях, когда переносишь разметку непосредственно с детали на деталь. Когда нет никаких измерительных приборов, измерений, переноса снятых измерений, трудно где-то напортачить. Практически невозможно. Вот прошел еще один день и принес с собой новые водные. У природы нет плохой погоды. Верно? Дождь ли снег любое время года надо благодарно принимать. В целом я согласен. Самое время порадоваться тому, что дождик дал мне время отдохнуть, заточить цепь, плавить рыбки и полакомиться ухой. А тем временем под тентом, вдобавок на стапеле, мои досочки остались сухими. Сейчас их не стоит мочить. Позже, когда я доставлю пирогу к ладоге, пирога конечно намокнет, но пока это крайне нежелательно. И в первую очередь по причине ее веса. В сухом виде, без дна, я ее и сейчас еле-еле поднимаю, а если она намокнет, то станет еще тяжелее. Как видите, пузо у дна не такое же заметное, но вместе с улучшением мореходных качеств пироги оно доставит мне еще немало хлопот. Подгонять детали с прямыми углами и прямыми гранями намного проще, чем собирать сложные криволинейные конструкции. Обратите внимание, какой я делаю припуск при отпиливании деталей от доски, от 50 до 80 мм, и при подгонке деталей между собой, местами весь этот припуск уйдет. Это огромный объем работы, и если тоже будете делать пирогу, два раза подумайте, так ли вам нужно выпуклое криволинейное дно. Тем временем, весь комплект досок обшивки на дно в количестве 4 штук готов, лежит на своих местах, красуясь своей кривизной, запилами и чудовищной разницей в толщине. Осталось их только подогнать друг к другу плотно, в стык и без щелей. Легко сказать и немного сложнее сделать. Но полюбуйтесь как в решении этой задачи мне здорово помогает мой лесной верстак. Заметили, он сейчас стоит под углом к горизонту. Именно под суммой двух этих углов истыкуются между собой две центральные доски обшивки. В результате я держу рубанок в эргономичном положении параллельно земле и автоматически получаю нужный угол на боковой грани доски обшивки. Но подумав, я решил усложнить себе задачу еще сильнее. Киль. Я решил, что мне нужен киль. Вот он. Причем я не буду накладывать киль поверх готового днища, а напротив приклею к нему доски обшивки дна. Сломываю на сучки заготовку я склеил выпилив проблемный сучок по диагонали и притянул саморезами склеиваю половины к настилу моста. Дешево и сердито. Даже струбцины не использовал. Выдвинув посильнее железка у шархегеля, закрепив заготовку киля на вертикальной поверхности своего лесного верстака, принялся производить новую мясистую стружку. Легко заметить, что к этому моменту я уже начал отставать в сжигании новопроизведенной стружки. Зеленой травки под ногами уже почти не видно. В ходе предварительной примерки киля уже можно заготовки отпилить лишнее. Заготовка прилегает к шпангоутам пока не идеально, но в первом приближении сойдет. Помните мой девиз в этом проекте – и так сойдет. И ведь что характерно в итоге действительно сойдет. Теперь можно окончательно примерить по месту доски обшивки дна, а для этого надо их притянуть к обводам шпангоутов по всей длине и при этом постараться сплотить их между собой и килим поплотнее. Скрывать не стану, проверка показала, что при этой примерке в некоторые щели можно было засунуть лезвие канцелярского ножа и даже солнышко на просвет было видно, но остальные места с плотным смыканием я пометил карандашом и позже прошелся по нюрбанкам. Подстрогав внешние габариты дна и оставив небольшой всего пару миллиметров припуск я занялся демонтажом и склейкой. Казалось бы, дело не хитрое, но я опять усложнил себе задачу. Помните я говорил, что сухую легкую пирогу даже без дна поднимаю с трудом? Так вот, с дном я ее отнести к ладоге да еще по скалам точно не сдюжу. Волоком дотащить возможно, но тогда есть риск, что пирога протрется и потеряет герметичность. Это не вариант. Остается одно решение – склеить из досок обшивки дно, но так, чтобы оно осталось съемным. Для этого я разделил шпангоуты борта и собственно дно слоем скотча. Соединение бортовых досок обшивки у меня усилено банальными шкантами, а доски обшивки днища у корейных бешкантов и прочего усиления. А ведь моей пироге предстоит ходить по черным водам ладоги и стало быть у нее высока вероятность сходу наскочить на луду. И когда ты сел дном на камень до ближайшего берега минимум полтора километра, а температура заборотной воды около плюс пяти градусов Цельсия, меньше всего ты захочешь увидеть под ногами лопнувшие на стыке доски днища и поступающую в образовавшуюся щель живительную влагу. Так сказать очкудук три колодца. Как известно кто по морю не ходил, тот досыто не молился. Я ходил, потому лучше я перестрахуюсь и добавлю шкантов. Только не обычных, а ленивых простых новаторских косых шкантов. Как видите установить косой шкант дело совсем не сложное. Не требуется никакая разметка и никакой кондуктор. Усиливающий соединение шкант забивается уже после склейки досок. Наверняка кто-то применял этот метод косого шканта и до меня, но в сети интернет свидетельств того и не нашел, потому с особой радостью делюсь с вами этим приемом. Секрет лишь в том, как без кондуктора засверлиться в пласть под острым углом к поверхности. Думаю угол меньше 8 градусов должен вас впечатлить. Все дело в моем самодельном сверле и его заточке. Отдельное видео про мой косой шкант и изготовление этого сверла вы можете посмотреть на моем канале Дзен или Телеграм. Последние месяцы я публикую такие незамысловатые и короткие видео по две штуки в неделю как раз на канале Дзен. Как вы понимаете шканты на моей внезаброчной верфи в данном случае нужны только для упрочнения соединения склеенных двух досок в стык, шкант предотвращает смещение этих досок между собой, но также шкант мешает расколоться доске по волокну, в результате в прочности днища пироги я уверен, и даже если седу сходу на луду, то сильно переживать не буду. Иногда длинный кривой шкант заколотить бывает неудобно, тогда можно использовать деревянную проставку по которой попасть киянкой будет проще. Обратите внимание, это тот самый случай когда я просверлил сразу три доски насквозь, две доски обшивки и тиль, можно заметить в отверстии кончик шканта, а в данном случае скорее нагеля и еще не полимеризовавшийся клей. Пару слов про технику сверления. Требуется отступить от стыка досок на длину равную двух с полтином толщин досок, сделать накол острием сверла в этом месте и начав сверление сразу заваливать сверло под минимально возможным углом сверления. Так как сверло у меня удлинено за счет хвостовика, приходится сделать несколько возвратно-поступательных движений для удаления стружки из забитого отверстия. Конечно правильнее было бы использовать штатное удлиненное сверло с длинной спиральной канавкой, но таких сверел из R18 или R6 M5 я не встречал, а материал сверла критически важен. 18% вольфрама или 6% вольфрама и 5% молибдена придают сплаву достаточно прочности, чтобы настолько длинный кончик сверла не загибался и не облавался. В некоторых случаях завивать шканты можно и вовсе параллельно днищу пироги. А в качестве шканта лучше всего использовать расколотые еловые или можжевеловые ветки, у них самые плотные годовые кольца в нашей местности. Как видите, днище пока никак на пироге не закреплено, и если его перевернуть, то с обратной стороны можно увидеть, что в паре мест из под шкантов выступил клей. Вы не находите сходства дна моей пироги с традиционным щитом зулусов, мне кажется есть некоторые сходства. Настало время спилитить иглы дикобраза, они мешают финальной обработке дна пироги. Японская пила Катаба справляется с этой задачей на урав, а царапин их от зублей в пилы можно пока не заботиться. Все равно мне еще предстоит выстругивать и вышлифовывать дно почти по всей поверхности. Местами обшивка дна все еще имеет заметное утолщение, а это кроме всего прочего лишний вес. Так что с рубанком в руках я согрелся, а днище в результате еще немного похудело. Кстати, как вам такой дизайн балясины для перил моего моста? Как видите я еще осваиваю свой педальный токарный по дереву. За год заготовка балясины успела высохнуть, но заметно растрескалась и с этим надо как-то бороться. Предложения в комментариях приветствуются. Надеюсь в этом году завершить проект строительства моста и порадовать вас новым видео. Видите дно с внутренней стороны блестит? Это я по периметру проклеил его скотчем, это очередная морока вызванная тем, что стапель у меня находится далековато от места спуска судна на воду в условиях отсутствия дорог. И так дно к бортам я приклеил, но через скотч. Расчет на то что полиуретановый клей вспенится и заполнит пустоты где дно неплотно прилегает к бортам. И все ради того чтобы перова приобрела герметичность и при этом не утратила разборность. Напоминаю до воды по скалам я смогу донести эту пирогу только по частям. Конечно можно было бы взять и принести сюда баллон с гелием и заодно полетел он рукав, который на месте усилив скотчем, запаять у него два конца, наполнить полученную емку с гелием, привязать такой эрастат к пироге и получить самый настоящий летучий корабль. Ну во первых посмотрите какая на дворе погода, погода очевидно нелетная, в такой ветер я никуда не полечу, а во вторых гелием не идти дорог и потратив его на забаву с летающим кораблем я выйду за границу бюджета своего отпуска. И когда я говорю про полет летучего корабля я имею ввиду что просто придам ему нейтральную плавучесть и отведу его к воде как воздушный шарик на веревочке, но не в такую погоду. И если положить рядом мой каяк из еловых веток и стричь пленки усилены полимером, то сразу видно что пирога намного, намного больше, но и тяжелее. Робинзон Крузо с задачей строительства своей пироги справился, но он доставить ее до воды не сдюжил. Думаю это потому что Дефо никогда не видел работу такелажников. В условиях неограниченного времени в одиночку перенести можно любой груз, но у меня времени нет, потому я свою пирогу перенес на своих двоих, но по частям. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Наставлял я пирогу до берега Ладоги целые сутки и пусть вас не обманывает мой пружинищий шаг. Даже без дна сухая пирога в условиях скального грунта для меня почти предельный вес для переноски на плечах, а в руках ее можно пронести далеко не везде. Да и на плечах на моей тропе Ксбе мне встретились такие повороты, где пришлось сходить с тропы чтобы обнести деревья которые не позволяли протиснуться с таким габаритным грузом между их стволами. Вот и тут на открытой местности вроде кустик небольшой, а я за него зацепился актерштевнем и чуть не упал. Помните мою отметину на лбу? Не хочется заработать вторую, все когда-нибудь заканчивается и этот долгий путь к урезу воды тоже закончился. Друзья, докладываю вам не по службе, а по душе, работа адова будет сделана и делается уже. Финал эпопеи близок и как вы догадываетесь видимо дальше меня ждет Одиссея, но не будем забегать вперед. Прямо сейчас меня волнует вопрос, удастся ли моя затея с отложенной склейкой днища и бортов пироги. Как вы помните, еще не добравшись до берега, я собирался плотно подогнать борта и днища пироги прямо скажем спорным и даже противоречивым способом. С одной стороны склеив их вспенивающимся плюритановым клеем и с другой стороны одновременно разделив их слоем скотча. Клей заполнил все пустоты куда могла подтекать вода, а скотч позволил отделить дно от бортов после склейки. Теперь при повторной сборке надо проследить, чтобы все саморезы нашли свое первоначальное место, тогда герметичность должна быть достигнута автоматически просто за счет плотности прилегания детали друг к другу. И если вам нет необходимости в одиночку таскать по карельским скалам такую пирогу, то не повторите этот прием, он слишком хлопотный. Вот она большая вода, совсем рядом плещется прибой, скоро спуск на воду, похоже настало время позаботиться о влагозащите пироги. Для наших предков просмолеть чолун, стру, кладью или дракар это была обыденная задача. Эта технология проверенная временем. Вот и я по примеру наших предков решил воспользоваться этим замечательным материалом сосновой смолой. Вы спросите где я ее взял? Перенесемся на минутку на несколько лет назад. Тогда на месте нынешней верфи я устроил смолокурню и выпарил из сосновых корней богатых смолой эту пропитку для пироги. Это не деготь, как многие пишут в комментариях, это смесь канифоли и скипидара, по сути это смола. А если повторить все те же действия не с сосновыми корнями, а с березовой корой, то получится как раз березовый деготь. Но чтобы просмолить корпус пироги потребуется именно смола, конечно поначалу из нагретых сосновых корней будет выходить пар, но вслед за ним пойдет довольно густая смола. Если хранить такую смолу с незакрытой крышкой, то со временем из нее испарится весь скипидар и останется только канифоль. Но так как все подробности данного процесса смолокурения вы наверняка уже видели в моем отдельном видео с названием лесная нефть или смолокурни адвоката Егорова, то вернемся к смолению пироги. Вот так выглядит смола, которой смолят лодки, довольно густая и липкая. Но если добавить в эту смолу растворитель скипидар, бензин или керосин и хорошенько размешать раствор, то получится пропитка, которой проникает в древесину намного глубже, притом буквально через день совсем не будет пачкаться. Так я и поступил. В банке из-под масла для цепи бензопилы растворил смолу в бензине в соотношении 1 к 1 и покрасил или скорее пропитал внешнюю часть пироги. Я бы сказал, что древесина приобрела цвет похожий на орегон. Не знаю как вам, а мне этот оттенок нравится. При повторной покраске влагозащитные свойства пропитки будут только повышаться. Покраска заняла не более получаса, а чтобы растворитель успел выветриться перед спуском на воду я решил сперва перекусить прямо тут на берегу по походному. Развел рядом с пировой костер из сухого плавника, зачерпнул в котелок ладожской водицы, сварил похлебку и отведал последних сушек с чаем. Как вы понимаете к концу похода хлеб давно закончился, а чтобы испечь новый у меня времени не нашлось. Но мне большего и не надо. Сидя на нагретой солнцем скале, у самого синего моря вслушиваясь в плеск прибоя, смотреть на плоды своих усилий да впритачу с сушкой за щекой гряжело от чего-то еще. Умиротворение. И если описать картину одним словом, то я выбрал бы именно его. Говорят чтобы плыть нужно весло. Как я его топорно сделал из того же бревна что и банки мои пироги я опубликовал короткое видео на дзене бустеру тьюби. В этом проекте нет ничего примечательного. Напоминаю что ссылки на видео упомянутые в этом фильме про мою кубическую баню, косой шкант, самоходную бензопилу, смолокурню и прочее вы можете найти в описании к видео и в закрепленном комментарии. Так сказать добро пожаловать на борт. Как известно как вы яхту назовете, осталось придумать название для моей пироги, дело ответственное, потом рассчитываю на вашу помощь в комментариях. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, пора в путь дорогу, думаю я могу сказать что в этом приключении я преуспел. Мореходные качества у пироги на высоте, учитывая что пирога изготовлено из ветровальной сосны в условиях дикого леса вдали от берега, качеству моего изготовления я удовлетворен. Пирог охоткая, остойчивая, хорошо держит курс, в одиночку вытащить ее на скалы подальше от прибоя не составляет труда. Впереди меня ждет приятное путешествие по ладышским шхерам, но это уже совсем другая история и ее я расскажу уже в другой раз. В этой истории будут волны, ветер, парус, второй поплавок для остойчивости пироги с парусным вооружением и много приключений. Друзья я помню что надо бы смонтировать еще видео про мост, про моих подземных геотермальных пчел и много чего еще. Поверьте я стараюсь делать качественные видео. Еще раз огромное спасибо за поддержку на Boosty, она мне очень помогла при создании этого фильма. Ссылку на Boosty, Telegram и прочие платформы на которых можно следить за моими приключениями в коротких видео я оставлю в описании. Подписывайтесь где вам удобно чтобы не потеряться. Вы посмотрели сюжет из 9 сезона моей многолетней попытки обжить дикие скалы в Карельском лесу. Видео прошлых сезонов про строительство моей избы, стиральной машины, водяного колеса, каяка, коня педального, токарного или заточного станка вы наверняка видели. Но если вы пропустили один из сезонов, то можете свериться со списком в описании к видео. Спасибо что делитесь моим видео с друзьями, я это очень ценю. С вами был адвокат Егоров и пусть хорошие люди смотрят хорошие видео.